Все многообразие жанров искусства, уходящего своей истории вглубь веков, было представлено на областном фестивале любительских театров кукол. В зрительном зале и за кулисами побывал Сергей Пономарев. Если в этих постановках и появляются люди, то только в качестве второстепенных персонажей. Главный герой на сцене – куклы. Все остальное, как правило, спрятано за ширмой и декорациями. Если с 68-го года, когда мы начинали только наши семинары и фестивали такие проводить, это было 3-4 коллектива, то сейчас практически в каждом районном центре в нашей Саратовской области есть любительские театры. Следуй, 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 прошел, 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 прошел. Раз сюда, вот, поднимайте. К выходу на сцену готовится Народный театр «Кукол луч» из поселка Приволжский Энгельского района. Актеры расставляют декорации и проводят последнюю репетицию перед выступлением. Вот, допустим, нужно спектакль сделать. Вот, отработал один раз на фестивале, целый год готовишь декорацию, можете даже, вот, пожалуйста, снять. Вот здесь вот наша гордость. Вот это все, вот все домики, все деревья, все шьется, все руками делается. Все куклы сделаны вручную, зачастую самими актерами. На изготовление одного персонажа может уйти целый месяц. Все зависит, во-первых, от того, из чего сделана кукла. Если кукла сделана, она из гипса, из папье-маше, конечно, на изготовление куклы уходит время много. Чтобы сделать одну куклу, это нужно не меньше месяца, чтобы придумать образ и ее сделать. Если кукла сделана, допустим, из поролона, то, конечно, на нее уходит недели-две. Но все равно, каждая кукла, это, как, понимаете, рождение ребенка. Это вот, буквально, вот, как детище. Каждое выступление оценивает жюри. По итогам фестиваля выбирается лучший любительский театр области. Сами актеры говорят, что главная оценка для них – это реакция юных зрителей. Пришли с дочкой, с Настей. Настя, как тебе спектакль? Понравился. Понравился. Сергей Пономарев, Илья Ромазаев, Алла Хрунова. Вести. Саратов. Продолжение следует.